Музыка Прихватки-домики. Сначала я пробовала их нарисовать, чтобы какие-то размеры придумать, дизайн. И на выкройке у меня 16 сантиметров, высота 17 сантиметров. Но когда я шила, почему-то у меня получилось больше. Полностью ширина 18 сантиметров, а высота даже 20 сантиметров. Но я считаю, что это все равно удобно и в пользование. Удобно. Я прошила здесь шов, чтобы она вот так складывалась. Это немного побольше прихваточка. 23 сантиметра, а шириной 15 сантиметров. Тоже удобно и можно вот так пользоваться. И вот еще один домик у меня с окошками из фетра. Посмотрим, здесь какой размер. 18 сантиметров на 20. По-моему, такой же, да. Только что я хочу вам посоветовать. Вот полукруглые такие края, закругленные. Это удобнее обработка. Здесь я вот тоже пришивала бейку, но с углами немножко мне не понравилось, как у меня получилось. Браком, наверное, это нельзя назвать. Она получилась симпатичная, но не очень. Поэтому выбираем вот этот вариант и его делаем. Приготовила разные полоски ткани и два квадратика. Это будут окошки у домика. Вот такие окошечки. Надо обшить эти окошки, соединить их между собой. Так пришью, потом отверну и пришью другое окно. Получится вот так. Один, два, три, четыре, пять. Соединяем все между собой. Прошиваем. Прошила один, два, три, четыре шва и все соединила. Теперь надо вот так делать. Поэтому я соединяю и прошиваю. Так прошиваю и так прошиваю. Прошила еще две полоски и половинка дома готова. Обратная сторона. У меня ткань очень тонкая. Я все-таки ее на флизелин приклеила. Но можно этого не делать. Надо пристрочить крышу. И по желанию сделать еще как козырек у крыши. На этой прихватке я не буду делать верхушку. А здесь для разнообразия. Верхняя часть домика готова. Беру ватин, ткань хлопковую, прогладила. Это будет обратная сторона. Складываю все вместе и делаю любые строчки. Я специально взяла темную ткань, чтобы не видно были швы. Конечно, можно здесь тоже домик сделать. Это по вашему желанию. Вот видите, двухсторонняя у меня прихваточка. И здесь простенько двухсторонняя. Придумываем, фантазируем, делаем все, что нам хочется. Покажу, как я буду делать отделку. Для того, чтобы все было просто, углы надо закруглить. Можно немного даже побольше. Теперь я накладываю. Делаю две одинаковые прихваточки. И по лицевой стороне буду пришивать косую бейку. Бейку я вырезала сама. Это хлопковая ткань. Наверное, это сатин. Три с половиной сантиметра. Косую бейку я пришивала на расстоянии 5 миллиметров и по лицевой стороне. Отгибаю. Если у вас машинка шьет хорошо, можно прошить сейчас на швейной машинке. Я буду подгибать на руках. И такой вот мелкой-мелкой строчкой буду прошивать. Очень хорошо, что ткань темная, окантовка темная, незаметно, где я прокалываю. Немножко косую бейку проколола. Один сантиметр буквально. Опять внутрь. Примерно один сантиметр или чуть меньше я поддеваю вот эту нижнюю ткань и иголку вынимаю в бейки. Теперь снова поддеваю нижнюю ткань, прокалываю бейку и вот так получается. Если вы взяли темную ткань и темные нитки, совсем ничего не заметно. Сделала петельки, желательно побольше, чтобы удобно было вешать на крючок. Вот такие прихватки у меня получились. Домики. Кому понравилась моя идея сшить прихватку домик, поставьте, пожалуйста, лайк. До новых встреч! С вами была Марина. Редактор субтитров А.Семкин